Фильм «Ржев. Зрители в регионах России смотрят на одном дыхании». В четверг во всероссийский прокат вышла военная драма «Ржев» режиссера Игоря Копылова. В основу сценария легла повесть «Искупить кровью» писателя Вячеслава Кондратьева. Фильм посвящен одному из эпизодов «Ржевской битвы». Зрители начали занимать места в кинозалах уже с раннего утра. Приходили студенты, военные, пенсионеры, мамы с детьми. Кто-то не мог сдержать слез и эмоций. Корреспонденты «РГ» собрали первые впечатления от просмотра у зрителей. На утреннем сеансе в Хабаровском кинотеатре «Гигант» собрались разные зрители, студенты, пенсионеры и даже мамы с детьми. Фильм сразу же захватывает зрителей сцены атаки советских войск и держит в напряжении все 109 минут. Здесь нет ни одного женского персонажа и любовных сцен. Даже фотокарточки немецких дам на стенах в прокуренной избе нервно велит сорвать подчиненному под слеповатый политрук. Леж незримый образ матери, которую так хочется обнять идущему на смерть бойцу. Минус. Под Оржиевым полным ходом идет сборка памятника советскому солдату. Это настоящий мужской фильм с элементами боевика и невероятно тонким психологизмом. Романтика войны, куда так урвался каждый школьник, развенчена кровью, грязью и потом. Семнадцатилетний рядовой Витя, приписавший себе год, пугается вида мертвых немцев, вчерашний парикмахер Журкин трясется после первого убитого им фрица, а особист Власюк вдруг осознает, что не все, предписанное законом, истину. Война не только внешняя фабула картины. Конфликт почти в каждом диалоге героев, да и внутри них самих. Они недоумевают, отчего им, не ившим сутки, не привозят еду, зато сразу присылают сотрудника НКВД, делится впечатлениями хабаровчанин Данил Зарипов. Кино снято качественно, четко, красиво, на уровне современных японских и южнокорейских фильмов. В нем хорошие резкие и очень реалистичные кадры. Супруги Владимир и Анна тоже под впечатлением. Хорошее кино. Мы всегда ходим на такие фильмы, смотрели Т-34, Сталинград. Это наша история, почти у всех деды в семье воевали, что особенно понравилось. Последняя сцена. Измученные солдаты снова идут в брат пылающую деревню. Они понимают, что вряд ли вернутся живыми. Бомский фильм «Ржев» будут показывать сразу в семи кинотеатрах. Цена на билеты доступная от 92 до 220 рублей. На самый ранний утренний сеанс в кинотеатре «Вавилон» пришли целыми семьями. Пенсионер Александр Бородихин смотрел премьеру вместе с супругой Галиной. В нашей семье этот фильм ждали, рассказывает Александр Дмитриевич. Минус. Режиссер Игорь Копылов рассказал, как снимали военную драму «Ржев». Мы ходим на все военные фильмы, но «Ржев» произвел самое сильное впечатление, делится впечатлениями мужчины. Он получился настоящим, без прикрас и пропаганды. В нем нет явных положительных героев. Кто-то из этих ребят вор, кто-то особист, кто-то просто слаб духом и готов на предательство. Но для нас они все герои, идущие на верную смерть плечом к плечу. После титров на экране в зале стоит пронзительная тишина. Жители Омска расходятся молча, под впечатлением. «Я вернусь посмотреть «Ржев» еще раз», — говорит Александр Бородихин. «Приведу внука». Новосибирский кинотеатр «Победа». Ольга Черепова одна из первых зрителей. Сейчас о войне снимается разное кино, но «Ржев» показывает правдивую войну и дает почувствовать, с каким сердцем, с какими мыслями наши родственники шли в бой. Мой дед воевал близко к этим местам, на Волоколамском шоссе. Мы с мужем были там, на братской могиле в Зубцове. Съездили, когда случайно обнаружили в интернете информацию, что его дядя похоронен поблизости. Там типовой памятник. Но вот такие фильмы объясняют, что символизирует собой каждая могила, каждая стела. Еще одна зрительница Надежда Ливанцова признается, что фильм снят достойно, несмотря на то, что в титрах почти нет известных фамилий. В нем нет пресловутой голевучины, попытки закрасить все спецэффектами, говорит она. Оба моих деда пропали без вести как раз в это время, в 1941-1942 году. В последнем письме один из них описывал только место дислокации. Писал, что из-за сосен не видно небо. Минус. Состоялась премьера военной драмы «Ржев». Непростым оказался фильм и для мужчин. Тяжелая философская картина, признался муж Ларисы Павел. Наши прадеды, конечно, были героями. Ожидал, что в фильме будет много боев, стрельбы, но не философии. Но здесь она необходима. Наталья Васильевна пришла в кинотеатр на другой фильм и с удивлением узнала, что «Ржев» уже начался. Очень хочу посмотреть это кино. Недавно по каналу «Культура» один профессор рассказывал о тех боях. Как идет железная дорога, и люди бегут в атаку. Первый слой ложится, за ним второй бежит, тоже ложится. Очень страшно. Обязательно схожу на фильм и других приведу. Культура кино и ТВ. Наши кинофилиалы. РГ Дальний Восток. Филиалы. РГ Сибирь. Филиалы. РГ Урал. Западная Сибирь. ТФО. Хабаровский край. Хабаровск. СФО. Омская область. Омск. СФО. Новосибирская область. Новосибирск. Урфа. Свердловская область. Екатеринбург. Новосибирск.